Песня Песня Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь Послание к Галатам, Святого Апостола Павла, 1 глава, 11 стих Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое толкование Хочет показать им, что оно истинно Хочет показать им, что он истинно отступил от закона И для этого напоминает о прежней своей жизни и о резкой перемене Показывая, что он не перешел бы вдруг от иудейства Если бы не имел некоего божественного удостоверения Поэтому и говорит Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое То есть не человека я имел учителем, а был учеником самого Христа Вопросы? Галатам 1, 12 Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа Так как клеветники говорили, что он не был, как прочие апостолы, непосредственным слушателем Христа А все принял от людей То он говорит, что открыл мне Евангелие сам тот, который научил и Петра, и других Галатам 1, 13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействии, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее Откуда видно, что через божественное откровение получил я Евангелие? Из прежней моей жизни Ведь будучи таким гонителем, как бы я мог вдруг измениться, если бы не извлекло меня некое божественное явление? А что я был ревностным гонителем, видно из того, что слышали об этом и вы, галаты, столь далеко живущие от иудеев Не сказал гнал, а жестоко гнал, и не только это, но даже опустошал, то есть пытался разрушить до основания и истребить Ведь в этом состоит дело опустошителя Галатам 1, 14 И преуспевал в иудействии более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий Толкования Всех, говорит он, сверстников я превзошел горячностью и в войне против церкви шел впереди Иначе Был в чести у иудеев Но не думай, что это было делом тщеславия или гнева, а из ревности Итак, если я боролся против церкви не по человеческим каким-нибудь расчетам, но из ревности по Боге, хоть и заблуждался То как же теперь, когда познал истину, стал бы я проповедовать из любви к человеческой славе что-нибудь другое, а не то, что повелевает истина и чему научил меня Христос А вопросы? Вопрос, как же вот он говорил, что учил меня Христос, а не был среди учеников? Игнать Тихонович Когда Господь открывает, то написанное полностью сходится, как Господь говорит И после этого только удивляться будешь Я этого не знал А дьявол это Если человек не испытал, ему не докажешь А верующие неоднократно было такое Лично вот у меня я обратился, когда и первый раз взял в руки Новый Завет дали Я стал считать многое-многое, кажется, у меня уже длитые фразы были Прямо это, вот я хотел сказать, Господи, это как раз я и думал Но я не знал, что это закон есть такой Я думал, а мысль своим не доверялся Дух Святой Он берет и вкладывает, когда человек не сопротивляется И проверяет это все и по совести, и по закону, и по тому, что видит Понятно Галатам 1.15 Благодарю Когда же Бог, избравший меня от отрубы матери моей И призвавший благодатью своей благоволил Полкование Если от чрева матери он предназначен был к благовестию и избран Богом То, конечно, по некоторому божественному распоряжению оставался некоторое время в иудействе Без сомнения для того, чтобы эта столь резкая перемена в нем привлекла многих к вере и утвердила в ней Избрал же его Бог не по жребию, а по предвидению, что он достоин Хотя Бог призвал его за добродетель, ибо сказано Он есть мой избранный сосуд Деяния 9.15 Но он скромно говорит, что призван благодатью не по достоинству, а по милости Не сказал открыть мне, но во мне Показывая тем, что получил наставление не словесное только Но и сердце его исполнилось многого духа Так как знание это запечатлелось во внутреннем человеке И Христос в нем говорит Галатам 1.16 Открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью Толкованием Бог открыл мне сына не с тем только, чтобы я познал его Но и для того, чтобы проповедовать его другим Потому что не только то, что он уверовал Но и то, что он был избран для проповеди, было от Бога Как же после этого вы говорите, что люди меня учили И не просто, чтобы я благовествовал его Но язычникам Как же бы я мог Как же бы я мог язычникам проповедовать об Рязани Не пошел на совещание к апостолам Ибо их он называет плотью и кровью Именуя их так по естеству Или же говорит это вообще о всех людях Потому что в деле веры ни один человек не был его учителем Гватом 1.17 И не пошел в Иерусалим Предшествовавшим мне апостолам А пошел в Аравию И опять возвратился в Дамаск Толкованием Таким образом мог сказать это апостол Неужели он настолько возгорделся, что считает себя самодавлеющим и не имеющим нужды в советниках И разве он не слышал изречения Не будь мудрецом в глазах твоих Притча 3.7.и Горе тем, которые мудры в своих глазах Нисколько Но так как клеветники его говорили, что должно слушаться апостолов, а не его И что те были апостолами прежде его То он принужден был сказать это, чтобы унять обольстителей Да и неразумно было бы наученному Богом потом внимательнее Итак, не по превозношению говорит он это, а чтобы показать достоинство своей проповеди Правда, он приходил и в Иерусалим, но не с тем, чтобы учиться А с тем, чтобы убедить других Что и живущие в Иерусалиме думают так же Потом не тотчас пришел, то есть в начале, а после Да и тот для убеждения других Он ходил по местам невозделанным и диким Так как если бы он оставался между апостолами То проповедь его встретила бы препятствия И не так быстро распространялась бы Поэтому он пошел к самым диким народам Обрати внимание на смирение Перечисляя города, он нигде не сказал, сколько обратил Хотя в Дамаске он такое смятение привел иудеев Что подвергся преследованию со стороны этнарха Итак, если кажется, что он говорит много о себе То говорит не ради тщеславия Но для того, чтобы не потерпел ущерба его проповедь Если ему не станут верить, как человеку простому и ученику учеников Галатам 1.18 Потом, спустя 3 года Ходил я в Иерусалим Увидеться с Петром И пробыл у него дней 15 И это доказательство смирения Столько совершивший Он отправился к Петру Не из-за пользы какой-нибудь А ради простого свидания Оказывая ему честь как высшему Посему не сказал Видеть Петра А видеться Как выражаются Изучающие великие и прекрасные города Подобно тому, как и мы отправляемся к святым мужам Но мы скорее для пользы А он ради одной чести Свидание Выражение чести А пребывание Выражение дружбы И горячей любви Не сказал, что учился Но пробыл у него Вместо с ним Галатам 1.19 Другого же апостола Из-за апостолов Я не видел никого Кроме Иакова Брата Господня Полкования Хотя пришел Он ради Петра Так как он Его почитал И любил Но видел Иакова И о нем Он также упоминает С почтением Называя его Братом Господним Так далек Он был от зависти И действительно Если бы он хотел Отличить То назвал бы Его сыном Клеопы Ведь по плоти Он не был Братом Господним А только считался Так же он Приходился Сыном Клеопе Слушать Клеопа и Иосиф Были братья Когда Клеопа Умер бездетным Иосиф постановил Ему семя И родил его И других его братьев И Марию Которая Хотя она была Дочерью Клеопы Евангелие Называет сестрой Матери Господа Так как Иосиф По отношению К Пресвятой Деве Сохранял скорее Заботливость отца Чем расположение Мужа Вопросы Галатам 1 20 21 Говорите Что-то не слышно Галатам 1 20 21 А в том Что пишу вам Пред Богом Не лгу После всего Отошел я Страны Сирии И Килити Толкование Как бы Намереваясь Дать показания Пред судом Он прибегает Сим словам Чтобы показаться Самым Достойным Доверия Галатам 1 22 24 Церквам Христовым В Иудее Лично я не был Известен А только Слышали они Что гнавши Их Некогда Ныне Благовествует Веру Которую Прежде Истреблял И Прославляли За меня Бога Толкование Только ради Свидания С Петром Явившись В Иудее Он опять Оставляет Ее по той Причине Что был Послан Проповедовать Язычникам И для того Чтобы Не предпринимать Постройки На чужом Основании Поэтому Говорит он Меня И не знали В лицо Христиане В Иудее Итак Как же Я мог Бы проповедовать Им Обрезание Когда меня И в лицо И не знали Так как Клеветали На него Что В Иудее Он проповедовал Обрезание А они Только Слышали Обо мне Что я Обратился Ко Христу И благовествую О нем И Прославляли За меня Бога Это признак Скромности Ибо Не сказал Дивились Мне Восхищались Мной А приписал Все Случившееся Действию Благодати Вопросы Знаете Канч Есть Что добавить Нет Все понятно Галатам Первая Глава Так Тут наверное Вторая Глава Опечатка Первой Второй Стихи Потом Через Четырадцать Лет Опять Ходил Я В Иерусалим С Варнавы Взяв С собой И кита Ходил же По откровению И предложил Там И особо Знаменитейших Благовествования Проповедуемое Мною Язычником Не Напрасно Ли Я Подвязаюсь Или Подвязался Толкование Причиной Первого Путешествия Был Петр А Второго Откровения Отеца Иварнаву Привел В качестве Свидетелей Своей Проповеди Что Она Угодно Была Апостолом То Благовествование Без Обрезания Зачем же Спустя Столько Лет Он Предложил Им Его Когда Нужно Было Вначале Это Сделать И Узнать Хорошо Он Поступает Или Нет Ибо Неразумно Чтобы Тот Который Подвязался Столько Лет После Этого Имел Нужду В Наставлении Если Только Не Напрасно Он Подвязался Но Если Бо Он Приходил С целью Получить Наставление Относительно Собственного Служения Это Действительно Было Бы Неразумно А Так Как Он Видел Что Многие Соблазняются Тем Что Петр Допускает И Через Это Подвергается Подозрению В Нарушении Закона То И Пришел В Исалим По Откровению По Внушению Святого Духа Чтобы Убедить Соблазняющихся Что Нет Никакого Разногласия В Проповеди А Что Допускающие Обрезания Благоразумно Делают Снижхождение Как Проповедующие Обрезанным Что Ж Тут Неразумного Ибо Для Исправления Других Святой Дух Подвигнул Его Идти И Он Естественно Повиновался И Особо Знаменитейшим По причине Того Что Много Было Соблазняющихся Павел Беседует Особо Наедине С учениками Петра Чтобы Не возникло Распрея И чтобы Предотвратить Больший Соблазн Ибо Весьма Много Было Соблазняющихся И Если бы Они Услышали Что Павел Открыто Отвергает Обрезанием То Произошла Бы Смута И Все Пришло Бы В смятение Поэтому Он Беседует Наедине Имея Свидетелями Титая Варнау Которые Были Которые Бы Могли Объявить Всем Людям Что И Апостолы Не Нашли Ничего Противного В Его Проповеди А Называя Их Знаменитейшими Не Отвергает Их Значение Но Рядом Со Своим Ставит И Общее Всех Признание Подобно Тому Как И О себе Сказал Думаю И Я Имею Духа Божия 1 Коринфянам 7 40 Не Отвергая Бытие Этого Дара В себе Но Указывая На Общее Мнение Итак Знаменитейшим То есть Великим Славным То есть Чтобы Научить Соблазняющихся Относительно Меня Что Я Не Напрасно Подвязаюсь А Не Чтобы Самому Учиться Ибо Как Учиться Мне Когда Я Получил От Отца Откровение О Сыне Его И Евангелия Вопросы Галатам 2 3 Но Они И Тита Бывшего Со Мною Хотя И Елина Не Принуждали Обрезаться Толкование Не Обрезанный Тит Говорит Он Не Был Принуждаем Обрезаться А Это Служит Важнейшим Доказательством Того Что И Апостолы Допускали Обрезание Не В Качестве Закона А По Некоему Домостроительству То есть Как Временную Меру Благоразумного Снисхождения К немощным Ради Верующих От Обрезания И Того Что Не Могли Порицать Проповеди Павла Ученик Которого Был Не Обрезан Вопросы Галатам 2.4 А Вкравшимся Лжебратьям Скрытно Приходившим Подсмотреть За нашу Свободу Которую Мы Имеем Во Христе Иисусе Чтобы Поработить Нас Толкование Порядок Речи Следующий Даже Проповедник Проповедник Иудеем А Те Как Узаконителя Обрезания По Принципу И как бы Защитники Сакона Посему Ибо 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 Наблюдали Кто Необрезанные Имеющие Свободу Во Христе То есть Не Подчиняющиеся Закону Чтобы Напасть О них И Принудить Обрезаться И Снова Подвергнуть Нас Рабству Законам От которого Освободил Нас Христос Так Отсюда Ясно Что Апостолы Допускали Подзаконное Чтобы Мало По малу Освободить От этого Рабства А те Действовали Так Чтобы Закрепить Это Рабство Галатам 2.5 Мы Ни на час Не уступили И не покорились Дабы Истинно Благовествование Сохранилось У вас Толкование Не сказал Не уступили Слову Но Не покорились Потому что Не для научения Нас Чему-нибудь Они делали Это А для Подчинения И порабощения Посему Мы Повинуемся Апостолам А им Нет Чтобы Чтобы Говорить Пребыло Твердым Истинным То Что Мы Вам Проповедовали Что Ж Именно Что Древнее Миновало Закон Упразднен И Обрезанный Христос Не Принимает И Обрезание Не Приносит Никакой Пользы Итак Противовес Им Мы Показали Что И Вам Истинно Возвещали Мы Об Отмене Закона Посему Не Отступайте От Этой Истины Вопросы Можно Роман Можно ли Понимать Об Отмене Закона То Что Новые Постановления Так Скажем Нового Завета Ну Вот В части Богослужения И так Далее То есть Это тоже Касается Этого То есть Как бы Это не обязательно Но мы как церковь Наша мать И поэтому Мы ее слушаем И слушаемся Но это как бы Как закон Тоже в таком же смысле Как про ветхий Можно так говорить Я честно говоря Не понял Как ты вопрос задал Ну вот То что Сейчас прочитали То что Не обязательно Получается Обрезываться По закону По ветхам То Вот то Что не указано Как бы В самом Писании Что нужно Там Ну вот Некоторые Постановления Нового Завета То есть Не Нового Завета А Церкви Я имею ввиду Уже в Новом Завете Вот Они Если они Не опираются Напрямую На Евангелие На Библию То Тоже они Получаются Не обязательны Так Можно же тоже Понимать Или как Ну 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 Например Какие Например Вот В одном Ниже Ниже Нельзя Смотри Мы Сейчас Считали Об обрезании То есть Говорить Что оно Не обязательно В то время Нельзя Потому что Обрезанием Человек Тогда Отрекался От Христа А сегодня Тем Что он Опускает Руку Ниже Солнечного Всключения На поп Разве он Отрекается От Христа Нет Поэтому Сравнение Здесь Какое-то Неуместное Я считаю Здесь Надо В твоем Случше Сравнить Заповедь На заповедь Заповедь На заповедь Кто Они Прибавляли Такое Сравнение Было Более Логичным И уместным А с этим То что Церковь Постановила Этот догмат Это обязательно А Вот Если Там Всякие Заповедь На заповедь Начинают Придумывать Чего нет В Библии Тут конечно Смотреть Надо Потому что Часть Из Ветхого Завета Осталась А часть Не осталась Поэтому Вот так Святые отцы Постановили В Ветхом Завете Вообще Крестного Знамения Не было Ну да Я понял Да Я это Не расслышал Ведь Извиняюсь Вот А как И в Ветхом Так и в Новом Завете Там тоже Придумывали Что Вот Отдай Карлан Скажи Родителям Что Вот я в церковь Все отнес Поэтому Чем бы вы От меня Пользовались Тоже Придумывали И сегодня Так же Придумывают Много Что не сходится С Писанием И Христос Тогда их Обличало Сегодня Заповедь Человеческую Устранили Заповедь Божью А то Что Крестное Знамение Там До Пупа До Солнечного Сплетения И там Два Пальца Три Перста Один Перст Три Два Аллилуйя Три Аллилуйя Никакое Это Значение На Спасение Не Влияет Влияние Не Оказывает Вернее Поэтому Чего Нет В Библии О том Не Рассуждаем Зачем Нам Копья Об Этому Ломать Что Нам Заняться Больше Продолжаем Игда Тихонич Я правильно Ответил Продолжаем 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 Да Надо Что Церковь Установила То Придерживаться Чтобы Не Было Вразнобой Оно Как Бы Не Обязательно А когда Подумаешь Священник Сказал Солнечное Сплетение То другое Когда На грудь Ставили Посмотри Поперечина Здесь А Здесь Всего Сантиметров Десять Ниже Ставили А это 25 Сантиметров Креста Перевернуты Ну Нарисуй Картину И у Слободского Это Схематично Показано И они Говорят Страшно Подумать Целое Столетие Неправильно Накладывали Крестное Знамение Тут Толковать О чем А кверх С ногами Только Колдуны Вешают Вот А сюда Может Все Идет Так Галатам Два Шесть И Знаменитых Чем Либо Какими Были Они Когда Либо Для меня Нет Ничего Особенного Бог Не взирает На лицо Человека И Знаменитые Не возложили На меня Ничего Более Толкование Так Как Естественно Было Кому Нибудь Возразить Ему И сказать Каким же Образом Апостолы Повелевали Обрезывать Он Устраняет Это Возражение Хотя И Не Указывает Истинную Причину Что Они Действовали Так По Особому Распоряжению И Снисхождение Опасаясь Как Снисхождение Снисхождение То Мне Мне Нет Нужды До Знаменитых До Великих Очевидно Апостолов Проповедуют Ли Они Обрезание Или Нет Так Как Сами Так Как Они Сами Дадут Ответ Богу И Хотя Они Велики И Первенствующие Бог Не Будет Смотреть На Лица Их Ибо Нелицеприятен И Заметь Не Сказал Какие Они Есть Но Какими Они Были Когда-то Показывает Что Впоследствии И Они Перестали Так Проповедовать Когда Проповедь Повсюду Воссияла Говорит же Это Павел Не Вукоризну Святым А Желая Принести Пользу Слушателям Каковы Бы Говорит Они Ни Были Это Дело Божие Но То Я Знаю Что Мне Они Ни В чем Не Противодействовали И Ничего Не Прибавили К Моей Проповеди И Не Исправили Вопросы То есть Понятно Он как бы Дает Но Апостолы Ничего Против Не Имели Поэтому Что Вы На Меня Тут Наседаете Если Сами Апостолы Ничего В этом Не Увидели Что Я Не Проповедую Обрезаем Они Сами Потом Перестали Проповедовать Обрезание А Тогда Был Такой Период Переходный Так Скажем Что Приходящих Христианство И заудеев Они Обрезали А Из Ижечников Что Их Обрезать Не Надо Обрезать Они Они Закон Не Обрезали Их Обрезали Для того Чтобы Приходящих Из Аудеев Чтобы Те Не Подумали Что Они Против Закона Идут Приходящих Из Из Аудеев Обрезали Напротив Того Увидев Что Мне Верено Благовестование Для Не Обрезанных Как Петру Для Обрезанных Ибо Содействовавший Петру В апостольстве У Обрезанных Содействовал И мне Его Из И Узнав О благодати Данной Мне Яков И Кифа Иоанн Почитаемые Столпами Подали Мне Варнаву Рукообщения Чтобы Нам Идти К язычникам А им К обрезанным Толкования Он Говорит Следующее Но Напротив Они Подали Мне Рукообщение Затем Еще В середине Видя Что Мне Верено Благовестие Для Не Обрезанных Дали По порядку И Мало Того Что Они Меня Не Поправили Они Даже Похвалили И Согласились Чтобы Я И Варнава Шли С благовестием К не Обрезанным То есть К язычникам А они К обрезанным То есть К иудеям Здесь же Он показывает Себя Равным Петру Ибо Вручивший Тому Дело Благовестия Евреем Дал 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 Тоже К язычникам И Заметь Каким Образом Он Показал Что Его Проповедь Не Только Понравилась Апостолам Но И Угодно Была Богу Ведь Об Апостолах Говорит Что Они Узнали О Благодати Не Сказал Услышали Но Из Самых Дел Узнали И Как Бы Бог Дал Мне Этот Дар Если Бы Ему Неприятно Была Такая Проповедь И Опять Он С Похвалой Упоминает О Троих И Почитаемые Столпами То есть Великие Которых Все И Повсюду Произносят И Славят Они Свидетельствуют О Мне Что Моя Проповедь Христу Угодна Посему И Подали Руку Общения То есть Согласились Признали Нас Соучастниками И Показали Что Они Довольны Моею Проповедью Как Нисколько Не Отличающихся От Их Слова Вопросы Галатом 2 10 Только Чтобы Мы Помнили Нищих Что И Старался Я Исполнять В Точности Толкование А разделив Между Собой Говорит Он Дело Проповеди Мы Бедных Помнили Безраздельно Ибо И в Иерусалиме Многие Заверувавшие Были лишены Своего Имущества Неверующими Иудеями И Были В затруднении Относительно Необходимого Пропитания Эллины Не так Сильно Враждавали Против Верующих Из них Как Иудеи С христианами Из евреев Посему Павел Проявляет Особенную Ревность Подвещение О них Как и Сам Свидетельствует Что Старался Я Исполнять В точности Ибо Собирая Подаяние Повсюду От своих Учеников Он Сам Доставлял Им Его Вопросы Послание Галатам 2 глава 11 стих Когда же Петр Пришел В Антиохию То я Лично Противостал Ему Потому что Он Подвергался Нареканию Толкованию Многие Думают Что Здесь Павел Обвиняет Петра В лицемерии Но это Несправедливо Ибо Что Казалось Бы Говорить Против Петра Сделано И Высказано С особой Целью Ибо Петр Находясь В Иерусалиме Допускал Обрезание Да и Невозможно Было Вдруг Отвлечь От Закон От А Пришедший В Антиохию Он Ел Вместе С Язычниками Когда же Некоторые Из Иерусалимлян Пришли В Антиохию Он Стал Избегать Язычников Чтобы Не Соблазнить Иерусалимлян И Вместе Дать Павлу Благовидные Случаи К Обличению Посему И Павел Обличает И Петр Переносит Ибо Таким Образом Легче Могли Переменить Свой Образ Мыслей Ученики Когда Учитель Подвергается Упрекам И молчит Итак Это Лично Противостал Было Только Видимостью Так Как Если бы Борьба Была Действительная Они Не Стали При Учениках Обвинять Друг Друга Потому Что Подвергли Бы Большому Соблазну А Теперь Видимо Внешнее Противоборство Служило К Исправлению Учеников Ибо И Петр Нисколько Не Противоречит Ясно Что Он Соглашался С этим Возражением Павла Потому Что Он Подвергался Нареканию Не Сказал От Меня А Просто От Других Которые Не Знали Что Делалось С Добрым Намерением И считали Лицемерием То Что В отсутствии Иерусалимлян Он Ел Вместе С Язычниками А Когда Они Пришли Уклонился А Некоторые Так Понимали Иерусалим 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 Ио Ио Прибытия Некоторых От Иоакова Ел Вместе С Язычниками А Когда Те Пришли Стал Таиться И Устраняться Опасаясь Обрезанных Толкований Указывает и причину этого обречения. Иаков же был брат Господень, учивший в Иерусалиме, как и епископ их. Вот он-то и послал некоторых из иудеев, уже уверовавших, что еще, но еще придерживавшихся закона, и они отправились в Антиохию, увидев их и боясь не за свою безопасность, а за то, чтобы они, соблазнившись, не отпали от веры, Петр стал уклоняться от сношений с язычниками. Некоторые же, не зная этой причины, стали осуждать его. Галатам 2.13 Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что прежде Варнава был увлечен их лицемерием. Называет это дело лицемерием, потому что не желает открыть намерения Петра, а также и ради сильно приверженных к закону, чтобы с корнем вырвать их пристрастие к закону. А прочими иудеями он называет уверовавших из иудеев в Антиохии, которые и сами сторонились необрезанными. Галатам 2.14 Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Полкование. Но не смущайся этими словами. Не в осуждение Петра говорит он это, а ради тех, которые могли получить пользу, услышав, что и Петр подвергся обличению за приверженных к закону. Зачем же вам-то его держаться? Ибо с той цели он и обличал его тогда пред всеми, чтобы они устрашились, слышав, что столь великий человек подвергается порицанию и не может возразить. Евсейвич же говорит, что подвергся обличениям со стороны Павла не великий Петр, а другой какой-то кифа, один из семидесяти. И в подтверждение этого указывает на невозможность, чтобы тот, который уже прежде защитил себя по поводу произведенного им соблазна разделением трапезы с Корнилием, снова мог подвергаться такому обличению. Но и мы не говорим, что Петр подвергся порицанию от Павла за незнание своего долга, а что он добровольно подчинился осуждению, дабы и другие исправились. Только что не взывает ко всем Павел, подражайте учителю вашему. Вот ведь он иудей, а вкушал пищу вместе с язычниками. И заметь, он не обвиняет его, ты худо делаешь, соблюдая закон, но обличает за собственных учеников из язычников, что он принуждает их обрезываться и жить по-иудейски. Ибо в таком виде слово это удобнее могло быть принято. Вопросы? Галатам 2.15 Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Толкование. По природе, то есть не прозелиты, а родившиеся от отцов иудеев и воспитанные в законе, но мы оставили привычный образ жизни и прибегли к вере во Христа. Галатам 2.16 Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веруя во Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться веруя во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Толкование. Мы оставили закон не потому, что он недобр, а потому, что он немощен и не в состоянии оправдать. Ибо никто не мог исполнить его дел, трудных и неудобо исполнимых, не по причине их величия, но вскоре вследствие мелочности. Или иначе, потому что он души не освещал, но только телесную нечистоту удалял. Итак, обрезание излишне, а впереди скажут, что оно даже опасно, потому что отчуждает от Христа. Вопросы? Галатам 2.17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Толкование. Мы старались обрести, говорит он, оправдание во Христе, оставив закон. Как же вы говорите, что грешно оставлять закон? Ведь выходит, что в такой грех ввел нас Христос, так как ради Него мы оставили все законное. Таким образом, Христос, как вы говорите, не только не оправдал нас, но даже сделался для нас виновником большего осуждения тем, что убедил нас отступить от закона. Доведя речь до нелепости, Он не имел уже нужды в подтверждении, но удовольствовался одним отрицанием, что обыкновенно всегда он делал в предметах вообще спорных. Вопросы? Игнат Тихонович, все понятно? Да все понятно. Ну, апостол, это сказать, Златоуст был адвокатом. И вот здесь он просто блестяще защищает одного и второго не валит. Он говорит, два вала запряженные в плуг. Хорошо, мы сейчас легко нападем, говорит, на Петра, порушим его. Ну, а дальше-то как пахать на одном Павле-то? Ну, пусть двое остаются тогда. Он как адвокат его защитил, что заранее договорились. У меня тут ролики есть такие. Я иногда предупреждаю их двоих, вы сейчас на меня нападайте, а я буду там говорить, что... А люди-то на полном серьезе. Они даже не понимают, что мы заранее составили вот такую возможность открыть истину. Мне вот это понятно очень даже. Мне тоже, кому непонятно, спрашивайте, порассуждаем, растолкуем. Ну, всем понятно, молчат. Значит, идем дальше. Галатам 2.18. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Толкование. Заметь его мудрость. Они говорили, что нарушающий закон есть преступник, а он, напротив, показывает, что соблюдающий его есть преступник, идущий не только против веры, но и против самого закона. Ибо сам закон привел меня к вере и убедил оставить его. Впереди он укажет на это. А теперь пока говорит, что закон перестал, и это мы засвидетельствовали тем, что разрушили его, отступив от него. Итак, если бы стали мы усиливаться, восстановить его, то оказались бы преступниками, восстановляя то, что разрушено Богом. Галатам 2.19. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Толкование. Объясняет, каким образом он оставил закон и говорит, посредством закона, благодати и Евангелия я умер для закона Моисеева. Или умер, говорит он, не для закона, посредством закона. То есть сам закон привел меня к тому, чтобы более не соблюдать его, приведший меня ко Христу посредством Моисеева и пророческого слова. Поэтому, если я опять стану соблюдать его, опять нарушу его. Или же таким образом, закон повелевал неисполняющего его предписаний наказывать и убивать. А так как он не мог быть выполнен, то по силе его я подвергся смерти. Посему, да не повелевает он мной, как уже умершим и душевно, потому что согрешил, не будучи в состоянии исполнять дел закона, и телесно, поскольку это зависело от осуждения законом. Как же после этого я буду еще держаться того, который умертвил меня? Чтобы кто-нибудь не сказал, как же ты живешь, когда умрешь? Он говорит, что хотя закон умертвил меня живого, но Христос, обрезший меня мертвым, оживил меня мысленно сораспявшегося ему и умершего с ним через крещение. Сугубое чудо оживотворил мертвого и оживотворил через смерть. Мы молимся. Смертью смерть поправ, и сущим водоробе живо дорвал. Все понятно? Вопросы есть? Галатам 2.20 И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу в оплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Толкование. Словами я сораспялся Христу, указал на крещение, а словами уже не я живу, но жизнь после сего, через которую умирает наше тело. Далее. Но живет во мне Христос. То есть в нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он все совершает в нас, управляя и господствуя. И наша воля умерла, и живет Его и управляет нашей жизнью. Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер для закона, то я не могу ничего соблюдать из закона. То, что я сказал, сказал о духовной жизни, но и чувственной, чувственную жизнь ты найдешь во мне, сущую от Христа. Ибо и закон, нарушаемый всех, подверг греху и наказанию, и ничего не препятствовало, как во времена потопа, всем погибнуть, как преступникам. Но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав своей смертью. Так что, и эту самую жизнь, чувственную и плотскую, мы имеем через веру во Христа. Веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения. Хотя Он за всех предал Себя и всех возлюбил, но Павел, размыслив, от чего освободил нас Христос и что даровал, и возгоревшись любовью, общее приписывает себе, как и пророки говорят, Боже мой, Боже мой. А вместе с тем и показывает, что каждому должно оказывать Христу такую благодарность, как если бы Он умер ради Него одного. но воспользовались этим благодеянием, этими благодеяниями только те, которые уверовали в Него. Так что, держащийся закон показывает, что Христос не умер для Него. Как же ты не страшишься сего, но опять возвращаешься к закону, являя бесполезной для тебя смерть Господа. и заметь выражение предавшего себя ради Ариан. Вопросы. Галатам 2.21. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. После этих рассуждений Он, наконец, заявляет, я не отвергаю дара Христова, которым Он меня сподобил, отправдав меня без дел смертью Своею, и не прибегаю к закону, ибо если, говорит Он, на закон состоянии спасать и оправдывать, то Христос совершенно напрасно умер. Но Он без сомнения умер для того, чтобы спасти нас Своею смертью, чего закон не в силах сделать, а если закон спасает и излишняя смерть Христова. Видишь ли, к чему ведет такая хула? Вопросы. Час прошел, можно задавать вопросы не по теме. Если у кого есть, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Сергей? Да. Это Роман. А вот Игнатий Тихонович говорил про толкование Златооста тоже. Это интересно, что он их сравнивает с двумя быками, он опряжен в одну упряжку. А еще какие-то есть такие интересные моменты. Помнит ли Игнатий Тихонович что-то еще рассказать, может? Именно по прочитанному, да. По прочитанному. Игнатий Тихонович, Златооста по прочитанному что он делал? Понял. Он, видите, в Ариапаге собирались такие, они, говорит, ни в чем время приятия не проводили, как слушать что-нибудь новенькое. Еще старые они прошли. И Игнатий Тихонович интригует на каждом шагу. Я, знаете, такую историю знаю, а я когда его насчитывал, а потом конспектировал, я 12 томов-то эти неоднократно прошел. Мне до того удивительно, считаешь, ну что же это он может сказать? А когда уже дальше к развязке подходит, да это же он из книги берет. То есть он библейскими мотивами пересыпал все. Вот в этом он видел такое, что ежедневно рядом с нами происходит написание живой Библии. Это надо только было увидеть. Сравнение, которое дает нам Евангелие, это уже как классическое, систематическое. А Златоуст находил такие примеры, которые прямо касались жизни, особенно когда он был в ссылке, писал письма, в нем это было живо, свербело все буквально. И у него юмора хватало, даже не верится, что у такого человека столько было юмора. Вот иногда все время печально есть люди ходят, а есть всегда веселые, ходят в одну церковь, одинаково трудятся и прочее. Златоуста увидеть хмурым просто трудно было. Он из любой обстановки выходил, патовую ситуацию сдавал, создавал буквально в три хода совершенно проигранную партию. Ну и вот люди начинают говорить, ну ты говоришь правильно как будто, ну кого ты убедил-то, вот смотри, пить нельзя, вино вредно, ну ты в окно-то посмотри, твои прихожане-то вон они сидят, выпивают, распивают, и на улице столики-то выставили, рядом пивнушка. Он говорит, а я не говорил, что всех сумею убедить. Ну дальше-то еще, ну и все на этом нет. Ну говорит, не успел сто убедить, говорит, ну десять может убедил, а, так и десять не убедил, но одного-то убедил, и одного нету. Ну а вы-то не ушли, разве это не от того, что я говорил, о, значит все-таки проповедь моя действует. И вот люди начинают говорить, вот я бы верил в Бога, ну какие-то доказательства надо, чтобы увидеть это, что суд-то Божий будет все-таки. И он простой довод. Вот я когда говорю, люди говорят, где вы такое набрались? У Златоуста я составлял там симфонии, в общей сложности до шести раз прошел, он 12 томов. Ну не, не каждое слово выслушиваете. И вот он начинает говорить, скажите, а вы верите, что Бог справедливый? Ну конечно. Ну и Бог если справедлив, он к этому людей и ведет. Ну да. Ну а как вы думаете, справедливость на земле торжествует? Да вы что? Да нигде, да никак. Да у нас вот там Чубайс один награбил всю страну, все время на электронерги накладывает. Да какая же это жизнь-то? А этот-то награбил денег-то Березовский, да удрал туда. Да где на справедливость-то? Ну, значит, вы утверждаете, справедливости нету. Нету. А Бог справедливый. Ну да. Но если справедливости сегодня нет, твоя совесть тебе подсказывает, раз Бог остается один и тот же, Бог вне времени, и правда должна восторжествовать, а человек живет, родным подписал имение, детишки прыгают как козлята, Ио говорит об этом, дети и волок не выкидывают, то есть и абортов нет у них, но они платят хорошо, и поэтому на них врачи-то хорошие обслуживают. Ну это тоже так, да, значит так, Бог есть, Бог справедливый, справедливости на земле нету, а Бог остается справедливый, так не получается, говорит, что Бог справедливый, справедливости нету. Отсюда вывод, что она есть и будет, но только уже не здесь. Если она здесь, на земле, мы видим, человек грабил, убивал, в три рта хватал и умер по-хорошему, это означает то, что это наступит за гробом. И поэтому всякая несправедливость на земле, она криком кричит, утрубить, есть Божий суд на перстнике разврата. Спроси Сергея, он пел эту песню Евтушенко, Волга кричит и мужики, скидавшие шапки, есть Божий суд. Вот так нужно рассуждать. И поэтому на душе делается хочу я, не хочу, а радостно. Ну и что? Ну несправедливость она будет. И поэтому я буду готовиться к справедливости уже здесь на земле. Затауса называют проповедник покаяния. Бывали такие грозные. Вот Иона митрополит киевский. Более грозного я не знаю, а люди его и не знают. Вот кто-нибудь к нему подходит и начинает там, ну я же тебе говорил, не вору, да сам не знаю, как, не выйдешь из храма. Он до двери не дошел, упал, умер. Люди его как огня боялись. Его молитвы все трепетали, боялись. Если он помолится, так просто не пройдет. Он такой колтун заплетет, что не расчешешь. Иона Иона отговорил, святые отцы не показали пощады в канонах и от нас этой пощады не ждите. Все, а то сегодня экономия. Вот экономистов сегодня скрутил веревку из них, в трепогибели согнул. И поэтому у него была дисциплина из дисциплин. Никаких баловства не было нигде. Вот считаем даже я маленько отвлекусь как одна глухонемая, а ей охота было поговорить. Глухонемая и она пришла к одному святому, а святой такой был строгий, вот как и она. А другой хромой пришел тоже молиться. У нее нога там где-то не знаю шейка бедра что ли была сломана раньше. И вот ему этот они легли в храме спать, подручники наложили, ну как у старобрядцев на что матрасики, там 50 на 50 ему он из гроба огробница его, здесь они в храме у гробницы с разных сторон приспособились. И этот святой встал и говорит ты хочешь чтобы не хромать? Конечно. Так вот подойди, вон там с той стороны глухонемая лежит, и ты там к ней залезь рукой-то, схвати ее за ногу да потащи. У меня ноги-то хорошие-то и у тебя будут хорошие. Ну он недолго думал, значит подполз, ухватил ее и поволок. Так как заорала, у нее речь проснулась бессовестно, меня ни один мужчина не трогал. Да я тебя, он как рванул бежать-то и забыл, что нога хромая. И сразу двоих исцелел. Вот как бывает. И таких моментов мы видим в священном писании и не раз более строгие, конечно. Илья, он умел смеяться. Когда волхвы скакали, писали, он говорит, может Бог ваш заснул, вы громче кричите, а может быть в дороге где-нибудь устал, спит, выпил немножко ваш Бог да и прилег. Так что надо уметь вот эти такие чистые, не то, что насмехался, но тут он насмехался, конечно, Илья над ними. Тогда у тебя все будет выглядеть по-другому, не мрачное. Евангелие это светлая весть. И когда мы возвещаем, то хотя и говорится не покайтесь, все так же погибнете, а тут же сразу меняется интонация, уже говорится о тех, которые не попали, которые поняли. Над нами навесили эти, башни все строят везде, какими-то сетками зелеными натягивают. Да что упадет оттуда, сетка не удержит. Надо брать доброе, что подается нам в Священном Писании. Вот ты о чем можешь сказать. У Златоуста много таких примеров было. Он все вспоминал и все записывал. Это в третьем томе у него написано. Когда его в ссылку везли, видимо, делали так. Он сидеть не мог. И похоже, они шли рядом, эти ослы, мулы. И между ними натягивали, очевидно, такое, как бывает, гамак делают. И он лежал. А там и те, чтобы они одинаково шагали, широкая тропа, идут. Видимо, я так догадываюсь. Между ними было. Ну и когда напали монахи, а у них у монахов там была своя Альфа-Омега. Они караулили на тропах с епископом Форетрием, чтобы убить Златоуста. И они как стали бежать, охраняли Златоуста воины, притарианцы. То есть гвардия царя. И они не знали, как там одна двоица их принимала, а у нее вокруг стены, как китайская стена были. И у нас эти упали, он оттуда вывалился из этого гамаката и повалился и на краю пропасти только задержался. Считать даже страшно. Покажи это все в фильме-то. И ты увидишь, какой боевик получится. А притарианцы эти говорят, ой-ой-ой, какие попы злые-то. Да лучше было попасть в руки и саврянам. То есть туркам попасть лучше в руки. Тогда мусульман-то еще не было. А это кто охраняли? Монахи на горных тропах караулили, когда златоуста поведут ссылку убить его. А мы можем задать вопрос за что? За то, что у него было живое слово. Широта взгляда. Когда златоуст проповедовал, у него четыре лежали Библии перед ним. На греческом языке стептуагинта, акила, симах, феодатион. Это по одному все переводили. А сегодня одно слово не так и уже все. Ой-ой-ой. Мы должны знать истину и не бояться другое взять, но держаться синодального перевода. Никуда от него не отходить. Я вот такой вывод для себя сделал. Я иногда ссылаюсь на перевод английский или что известно французский. Оно то же самое, но бывает как-то более. У нас написано приблизительно царство небесное, покайтесь. Покайтесь. А в английском языке и прямо говорится, то есть остановиться на ваших путях из бастарства Божия под рукой у тебя приблизилось не видно насколько, а под рукой тут уже понятно. Я посрочно сравнивал на разных языках синодальный перевод и конечно сравнивать не с чем, ему равных нету. Отошел. Еще вопросы у кого есть, пожалуйста, задавайте. Галатам 3.1 О несмысленные Галаты, кто прелестил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распиты. Толкование. Показав сначала, что он, апостол, нет людей и не через людей и выставив себя достойным доверия, говорит затем с большей властью. Намереваясь сравнить веру и закон, он называет Галатов неразумными, нисколько, не нарушая тем закона Шринстова, а напротив, а не соблюдая его. Матфея 5.22 Так как обвиняется не тот, который прямо называет брата своего куплю, а тот, который напрасно. Галаты же вполне справедливо названы несмысленными, так как оставались бесчувственными таким благом и делали бесполезной смерть Христову. И заметь, после доказательств он приступает к порисанию и уже не прекращает его. Ибо не сказал, кто вас обманул, но кто прельстил, кто позавидовал, сим показывая, что они вначале совершали дела достойные зависти. Показывает также, что те, которые склоняют их к тому, действуют не по заботливости о них и не для восполнения недостатков, а для разрушения уже существующего. Ибо такова зависть. И это говорит не потому, чтобы зависть сама по себе имела силу вредить, а потому, что учащие всему по зависти пришли к этому. Но он распят в Иерусалиме. Как же он говорит, что пред глазами и у вас? Потому что они очами веры видели крест гораздо яснее, чем те, которые когда присутствовали и видели его. Ибо между тем, как многие из тех, которые видели телесно, не извлекли для себя никакой пользы. Они же, не видев глазами посредством веры, очень ясно видели. Итак, Христос был предначертом, то есть живо изображен через проповедь, но вы, уверовав в проповедь, видели его как предсутствующего. Это и похвала им, и укор. Похвала, потому что они приняли это с такой полной уверенностью, а порицание, потому что оставили того, которого видели обнаженным, распятым и умирающим и обратились к закону. Заметь, как он оставил все, говорит об одном кресте Христовом. И комментарий Игнатия Латкина на слова Феофилакта живо изображен через проповедь, уверовав в проповедь. Таким необычным словосочетанием пользуется великий архиепископ Феофилакт. В Священном Писании неоднократно повторяются слова «уверовать во Христа» и ни разу не встречается словосочетание «уверовать в проповедь». Чудный толкователь не делает никакого различия между Евангелием и Христом и все это соединяет в проповеди. Проповедь это показатель любви ко Христу и к Евангелию. Неужели русские святые не читали эти слова Феофилакта? Почему они их не выделили, не постарались оживить, внедрить в сознание людей? Народовольцы, атеисты, большевики очень хорошо поняли это и заняли сознание человека и сердце его своими идеями. И все сектанты, имеющие в руках Евангелие, тоже прекрасно поняли это. А до православных эта мысль уверовать в проповедь не доходит и до ныне. И если дальше будет продолжаться то же пренебрежение к проповеди, то это означает только одно, что Бог решил полностью истребить оязыченное, опоганенное православие, ставшее уже православием. Бог не желает смерти грешника и посылает своих вестников, ангелов и посланников апостолов. Каждое новое издание толкования блаженного Феофилакта, каждая новая книга его это грозные посланники Божии. Уверовать в проповедь. в нашем издании мы выделили это место, чтобы читающий сразу же зацепился за эти слова глазами. Если после этого не примут в сердце это толкование и будут также ставить на первое место богослужения и требы, а не проповедь, тогда выслушайте ответ Божий через пророка. Что нас за это ожидает? Вторая книга Параллельпопином 25 глава 16 стих. И перестал пророк сказал знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Итак, обредоверы, приверженцы и защитники мертвой религии уверуйте в проповедь. вопрос Добавить нечего. Галатам 3 2 Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере полкования. Так как вы не слушаете продолжительных наставлений и не хотите видеть величие домостроительства, то скажу вам кратко. Ответьте мне на сие немногое. Откуда вы получили святого духа и проявили такую силу и знамение? Отделали закона или от веры? Ясно, что от веры, так как не в то время, когда вы держали закона и имели духа и совершали чудеса. Как же после этого оставив веру, вы снова прилипаетесь к закону? Галатам 3.3 Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Толкование. Опять благовременно прибег к порицанию. Надлежало бы, говорит, вам, с течением времени идти к совершенству, а вы не только не преуспели, но еще отодвинули назад. Ибо совершать знамение есть дело духовное, и это вы делали в начале, обрезываться же дело плотское, что вы теперь избрали. И не сказал, вы сами оканчиваете, но принуждаетесь окончить, показывая, что те, которые учат обрезанию, уловляли и заколали их, как бессловесные животные. Вопросы. Галатам 3-я глава 4-й стих. Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Толкование. Они боролись со многими испытаниями ради Христа. И неужели, говорит он, вы напрасно столько потерпели? Ибо если вы обрезываетесь, все это напрасно, и обольстители лишили вас стольких венцов. Потом, подавая им надежду на возвращение, он говорит, если бы только без пользы. То есть, если вы хотите образумиться, то не напрасно, не тщетно вы трудились, да устыдятся после этого отрицающие покаяние. Вот они совершали знамения, были исповедниками и мучениками, но когда отпали, Павел не отвергает их, а приемлет с радостью. Вопросы? Галатам 3.5 Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление в вере толкование. Бог, говорит он, подающий вам Духа, чтобы пророчествовать и говорить языками и сообщающий вам силу совершать знамения и чудеса. Совершал ли это ради дел закона, как будто исполнением их вы ему угодили, или же ради обнаруженной вами веры во Христа? Очевидно, ради нее. Как же вы, оставивши веру вследствие которой прославились, возвращаетесь к отмененному закону? Галатам 3.6 Так Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Толкование. Хотя, говорит он, надлежало вам узнать силу веры преимущественно из того, что вы совершали знамение, но если вы обратите внимание и на правоса, о котором вы много говорите, найдете, что и он оправдался верой. А если живший по благодати оправдывается верой, то тем более удостоившиеся благодати должны держаться верой. Галатам 3.7 Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Толкование. Так как они боялись, что им отступлением от закона не лишиться родства с патриархом, ведь они очень гордились им, то он напротив показывает, что вера наиболее делает сынами Авраама тех, которые имеют ее. Галатам 3.8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, тебе благословятся все народы. Толкование. Показав, каким образом верующие суть «Дети Авраама», он приводит и свидетельство от Писания. «Тебе благословятся все народы». Бытие 12.3. То есть через подражание твоей вере, а также показывает, что вера древнее закона, если прежде закона она оправдала Авраама, и что совершающиеся теперь совершаются согласно пророчеству. Писание, говорит он, провидя, то есть сам давший закон, Бог предопределил, что оправдываются не законом, но верой. И не сказал, открыло, но предвозвестило, дабы ты узнал, что и Авраам радовался такому способу оправдания, и желал его исполнения. Вопросы? Галатам 3.9 Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Толкование. Так как они страшились, как бы им за несоблюдение закона не подвергнуться проклятию, так как написано проклят тот, который не соблюдает написанного закона, то он показывает совершенно противоположное, именно, что благословенные оставляющие законы, приходящие к вере, подобно тому, как и верный Авраам получил благословение. Галатам 3.10 А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Толкование, чтобы кто-нибудь не возразил, говоря, Авраам вполне естественно был благословлен и оправдан верой, так как еще не было закона, а ты покажи мне, что после того, как дам закон, вера оправдывает и делает благословенными. Апостол показывает теперь не только то, что вера оправдывает и сообщает благословение, но и то, что закон есть виновник греха и проклятия, потому что никто не может исполнить написанного закона, а не исполняющий проклят. Таким образом, в вере принадлежит благословение, и напрасно вы спрашитесь проклятия за отступление от закона. Ведь держась его, вы скорее подпадаете проклятию, будучи не в силах его исполнить. Вопросы. Галатам 3 глава 11-12 стихи. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Толкование. Показав, что закон подвергает проклятию, а вера сообщает благословение, теперь говорит, что и оправдывает только вера, а не закон, и приводит слова Аввакума. Праведный верою жив будет. 2-я глава 4 стихи. А не законом, ибо закон требует не только веры, но и дел. Хорошо также сказал пред Богом, потому что у людей могут казаться праведными те, которые держатся законом, каковы фарисеи, выставляющие себя праведными пред людьми. Так как закон по причине своей невыполнимости не оправдывал, а подвергал проклятию, появилась благодать, показывающая легкий путь веру, посредством которой оправдываясь мы получаем благословение. Итак, доказано, что вера сообщала благословение и оправдание не только до закона, но еще более и после него. Вопрос. Гала нам 3,13. Уже закончилось. Да мы на 5 минут позже начали. Давай позже уже заголовок я установил там. Ну ладно. Полимся. Достойно есть я ково истину блажен и богородицу пресноблаженную и пренепоручную и матерь бога наш мяч и сниж и хирургим и славнейшую без сравнения с и рахим без истерия бога снова ручу сущую богородицу тебя велич а богородицу молитесь да господи всемогущий создатель мы просим тебя во имя господа нашего Иисуса Христа прими нашу молитву благодарности за этот вечер за эту святую возможность вникать в слово твое совершенное ты осчастливил нас этим избранием ты открыл нам истину через святых отцов хвала тебе сохрани наши умы и сердца от неповиновения к тебе и предстоящие впереди нас поприще помоги закончить со славой твоему имени дабы голгородская жертва твоя была не напрасной для нас но усвоена полным послушанием Евангелию тебе Боже слава за все Отец Сын и Святой Дух Аминь спасибо 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 за просмотр!